Войну офшором неоднократно объявляли в Америке. Барак Обама заявлял, из-за тихих гаваней бюджет теряет колоссальные деньги. Но на территории штатов продолжают процветать зоны с так называемым особым климатом. По сути, это такие же офшоры. В итоге Вашингтон получает контроль над финансовыми потоками, в том числе теневыми. Как спрятать деньги в почти развалившихся зданиях? Почему швейцарские банки выплатили Америке миллиардные штрафы? И где обитают, по некоторым данным, самые крутые наркобароны? Об этом в репортаже Анатолий Лазарева. Вашингтон велел делиться. Госдолг США уже больше 19 триллионов долларов. Растет и дефицит бюджета. Расходы в этом году могут превысить доходы на 540 миллиардов. В таких условиях Белый дом все с большим интересом смотрит через океан, в офшоры, зоны с низкими налогами и высокой степенью финансовой секретности. В прошлом году три четверти компаний из списка 500 самых богатых имели дочерние фирмы в налоговых офшорах. Причем эти 385 компаний зарегистрировали там более 7 тысяч дочек. По примерным подсчетам, в тихих налоговых гаванях хранятся более 2 триллионов долларов. Тема борьбы с офшорами регулярно поднимается в США на высшем уровне. Барак Обама еще в начале своего первого президентского срока обещал ликвидировать налоговый рай. На Каймановых островах есть здание, в котором якобы находятся офисы 12 тысяч компаний. Это либо самое большое здание в мире, либо самая большая налоговая лазейка в мире. И я думаю, американцы знают, какой ответ правильный. Это схема ухода от налогов, с которой пора заканчивать. Но это о далеких зарубежных офшорах. А ведь всего в двух часах езды от Белого дома есть куда более впечатляющая лазейка. Небольшое и весьма унылое здание на окраине города Улмингтон пожил одной из самых известных в штате Делавер. Здесь, по документам, располагаются офисы 200 тысяч компаний, в том числе крупнейших в США. Общая стоимость их активов, по самым скромным подсчетам, 500 миллиардов долларов. Один из девизов штата «Маленькое чудо». И это «Маленькое чудо» помогает местным властям зарабатывать большие деньги – 775 миллионов долларов ежегодно. Компания, зарегистрированная в Делавере, но не ведущая здесь никакой деятельности, освобождается от налогов. Надо оплатить только фиксированный взнос. Причем Делавер – отнюдь не уникальный штат с точки зрения системы налогообложения. Еще Аляска и Орегон, Невада и Вайоминг, Южная Дакота, Нью-Джерси и Мэн. Плюс территории США – Пуэрто-Рико и американские Виргинские острова. Там тоже действуют особые налоговые режимы. Офшор на любой вкус – от западного побережья до восточного. Своим все – чужим закон. Вашингтон в 2008 году, после того, как стало известно, что многие американцы, пользуясь знаменитой швейцарской банковской тайной, уходили от налогов, разразился грандиозный скандал. Более 80 банков Швейцарии, в том числе первой величины, выплатили США 5 миллиардов долларов штрафов и компенсаций. Вскоре после этого полсотни стран приняли так называемый общий стандарт отчетности, договорившись обмениваться информацией о финансовых счетах и операциях. Вашингтон этот документ не подписал, получив, по мнению многих аналитиков, явное конкурентное преимущество. США не стремятся делиться с другими странами информацией о том, кто держит у них деньги или ведет бизнес. К тому же нет единого стандарта. Каждый штат сам решает, как ему привлекать инвесторов. Например, в Неваде или Делавери можно регистрировать компанию вообще, не разглашая имени реального владельца. Люди, которые хотят высокой секретности и низких налогов, в последнее время выбирают именно США. Бывшие конкуренты по офшорному бизнесу теперь вынуждены бессильно наблюдать, как перенаправляются финансовые потоки. США с таким упоением бичевавшие швейцарские банки сейчас, как бы парадоксально то ни было, стали оплотом банковских тайн. Слышите громкое журчание? Это звук денег, утекающих в США. Но капиталы, часто сомнительного происхождения, приносят с собой и немало сопутствующих опасностей, подчеркивает глава профильной неправительственной организации Джо Мари Грисграйбер, агитирующая за большую прозрачность американской финансовой системы. Многим политикам нравится, что в США деньги идут отовсюду. Но посмотрите, что происходит во Флориде. Майами превратился в столицу наркобаронов всего нашего полушария. И при этом конгрессмены из Флориды все равно не поддерживают идею обязательной декларации истинных владельцев бизнеса, которые прячутся за компаниями прикрытия. Сейчас в Вашингтоне готовится законопроект, который должен ввести на федеральном уровне единые стандарты регистрации фирм. Но, по словам Джо Мари, шансы быть утвержденным у него невелики. Слишком много желающих сорвать в налоговом раю запретный плод. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Наталья Голубь. Первый канал США.